На 14-й конференции участников Конвенции о водноболотных угодьях приняли Уханьскую декларацию. Посетители авиасалонов Джухае увидели копию космической станции Тяньгун. Поднебесная демонстрирует миру новинки военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая. На авиасалоне представили уникальный танк с бортовым беспилотником. Сотни контрактов подписали на 5-й китайской международной выставке импортных товаров. Передовое медицинское оборудование и лекарства представили на Экспо в Шанхае. В космическом лабораторном модуле Мэнь Тянь готовятся к проведению научных экспериментов. Музей водноболотных угодий Желтого моря рассказывает о сохранении биосферы Поднебесной. В документальный сериал «Воздушный Китай» вошли кадры, снятые из космоса. На 14-й конференции участников Рамсарской конвенции о водноболотных угодьях приняли Уханьскую декларацию. Этот документ призывает к сильной воле и практическим действиям в целях сохранения, восстановления и разумного использования водноболотных угодий. В Уханьской декларации говорится о том, что необходимо улучшать законодательное регулирование и порядок применения нормативных актов, направленных на защиту и учет водноболотных угодий. Документ был составлен с учетом опыта Китая в этой сфере. Это показывает ведущую роль, которую наша страна играет в защите водноболотных угодий. Рамсарская конвенция вступила в силу более полувека назад, но с тех пор площадь естественных водноболотных угодий в мире сократилась на 35%. В связи с этим в Уханьской декларации также закрепили необходимость сдерживать и смягчать риски, которые возникают из-за продолжающейся деградации этих водных объектов. Также в акте говорится о необходимости укреплять международное сотрудничество и обмениваться знаниями. В городском округе Джухай проходит 14-я китайская международная авиационно-космическая выставка. Более 740 компаний из 43 стран и регионов представили мировые достижения в аэрокосмической и оборонной областях. Одним из самых привлекательных для посетителей экспонатов стала копия национальной орбитальной станции Тяньгун в натуральную величину. Зрители увидели оборудование, места отдыха и работы китайских космонавтов. Оборудование здесь практически идентично тому, что есть у нас в космосе. К примеру, пульт управления роботами-манипуляторами. Они помогают тейканавтам выполнять технические работы в открытом космосе и управляются вручную изнутри космического корабля. На борту станции имеется множество спальных мест, некоторые из них с видом на планету Земля. Есть и те, что размещены в необычных местах, например, на стене или же на потолке. Для нас это странно, а в космосе норма, так как там нет разницы между полом и потолком, верхом и низом. Космическая станция Тяньгун – результат кропотливой работы специалистов на протяжении трех десятилетий. Ее копия на Земле, так же как и оригинал, имеет все узлы для стыковки грузовых судов и пилотируемых кораблей. Наша космическая станция поддается модернизации, и мы надеемся продлить срок ее службы. Сейчас у нас Т-образная конфигурация, но в будущем мы можем добавить еще одно ядро и два лабораторных модуля. На этом китайские мечты о космосе не заканчиваются. Сегодня лучшие умы Поднебесной работают над планом строительства исследовательских баз на Луне и Марсе. А копия станции Тяньгун станет элементом постоянной экспозиции в Джухае. И многие годы будет напоминать о первом космическом доме Китая на орбите. Посетители авиашоу впервые увидели полет беспилотного летательного аппарата «Джи Джей-2». Он разработан в Китае и является важным инструментом пограничного патрулирования и борьбы с терроризмом. На этом авиасалоне аппарат «Джи Джей-2» продемонстрировал свою стабильную аэродинамическую конструкцию и отличную маневренность. Во время красочного авиашоу зрители увидели виражи в исполнении пилотажных групп «Красный сокол» и «Бои» на самолетах ВВС «НОАК». Тяжелые истребители «Джей-16» показали высший пилотаж и идеальную мобильность. Истребитель «Джей-16» имеет два двигателя и два кресла. У него есть большой запас топлива и возможность дозаправки прямо в полете. Во время авиашоу истребитель «Джей-16» продемонстрировал перевернутый полет истребителя из сальто с двумя петлями. В этом году зрители авиасалона увидели китайский военно-транспортный самолет «Юнь-20А». Благодаря новейшей конструкции он может взлетать и приземляться даже на взлетно-посадочных полосах из гравия. Его длина около 47 метров, а высота равна пятиэтажному дому. На борту мощного самолета можно перевозить танк или сотню десантников. Его максимальная грузоподъемность равна 66 тоннам. Помимо стратегических и тактических военных перевозок, он также может использоваться для небоевых операций. На выставке в Джухае можно увидеть не только образцы авиационной и космической техники, но и вооружения сухопутных и морских сил. В этом году гордостью авиасалона стал китайский танк ВТ-4А1. Это новейшая модель самого продаваемого на зарубежных рынках боевого 50-тонного танка ВТ-4, разработка которого ведется с 2007 года. Новая модель обладает мощью своего предшественника и современными технологиями. У него есть бортовой беспилотник, который может подниматься в небо для наблюдения. «Беспилотный летательный аппарат хранится в грузовом отсеке. Если нам нужно отправить его в небо, беспилотник раскрывает крылья и взлетает. Благодаря дрону у экипажа танка есть обзор сверху». Беспилотный летательный аппарат увеличил дальность разведки танка в два раза – с пяти до более чем десяти километров. Сотни контрактов и соглашения о сотрудничестве подписаны на пятой китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае. Так, компания Норэнко, которая занимается производством коммерческой и военной продукции, подписала 16 контрактов на сумму более 33 миллиардов юаней с узнаваемыми брендами из Саудовской Аравии, Швейцарии, Японии и других стран. Китайская государственная компания «Синамак» заключила контракты с партнерами со всего мира на предоставление технического оборудования, товаров массового потребления и устройств энергосбережения на сумму более 2 миллиардов долларов США. На экспо около 700 государственных и отраслевых торговых групп приобрели молочные продукты, автомобили, оборудование для информационных и коммуникационных технологий, косметику и инновационное фармацевтическое оборудование. На нынешней выставке мы подписали контракты и соглашения о сотрудничестве примерно с 30 предприятиями по производству инновационного фармацевтического оборудования. Мы планируем проводить пилотные испытания, которые принесут пользу людям во всем мире. Экспо, организованное Министерством коммерции КНР и правительством Шанхая, призвано объединить деловые сообщества разных стран и предоставить им новые каналы для ведения бизнеса. Сотни предприятий уже подтвердили свое участие и забронировали места на импортной выставке в Шанхае в следующем году. На пятом китайском международном импортном экспо более 280 из 500 крупнейших производителей медицинского оборудования и лекарственных препаратов представили свою передовую продукцию. Многое посетители увидели впервые. Этот прибор – секвенатор нового поколения. Он может провести генетический тест всего за 12 часов, а затем определить, какое лекарство нужно назначить. Биотехнологический гигант швейцарская компания Roche представила на выставке различную продукцию, в том числе последние новинки, которые применяются в лечении гематологических, офтальмологических и неврологических заболеваний, а также рака молочной железы. Еще одна фармацевтическая корпорация, немецкая Bayer, пятый год подряд участвует в импортном экспо. В этот раз их стенд в два раза больше, чем в прошлом году. Столько новых товаров и технологий они привезли на выставку. Весь мир сейчас сталкивается с проблемой старения населения. Поэтому мы хотим внести свой вклад в решение проблемы при помощи инноваций в сфере лечения сердечной недостаточности, хронической болезни почек, связанной с диабетом второго типа, и заболеваний, связанных с опухолями. Мы выводим на рынок Китая нашу продукцию, чтобы принести пользу большему числу пациентов. Китайское международное импортное экспо – это первая в мире специализированная выставка национального уровня, посвященная импорту. Общий объем торговых сделок на ней за пять лет работы достиг почти двух триллионов юаней. Лабораторный модуль «Мэн Тянь» пристыкован к космической станции. Сама она уже приняла Т-образную форму. Сегодня ученые тайконавты готовятся к старту серии научных экспериментов. Проводить их будут в восьми специальных отделениях лабораторного модуля при поддержке наземных служб в Сиане, Пекине и Шанхае. Мы составили годовой план испытаний на орбите. Сначала убедимся в работоспособности оборудования, оптимизируем параметры. Затем мы будем тестировать и оценивать его работу. И уже после этого запустим оборудование в повседневную эксплуатацию для технического и научного применения. В двух из восьми лабораторных отделениях проведут высокоточные эксперименты по определению времени. Внутри каждой зоны 13 устройств, в том числе первые в мире космические оптические часы и первая низкоорбитальная система сравнения временных частот космос-Земля с двойными каналами связи. С началом работы эти лабораторные зоны станут ведущей в мире системой генерации и эксплуатации космических временных частот. Эта система сможет синхронизировать время наземных инфраструктур и улучшить их работу, а также повысить точность спутниковой навигационной системы Бэйдоу. Китай с каждым годом прилагает все больше усилий к охране и восстановлению окружающей среды, созданию биосферных заповедников с привлекательными для диких животных местами обитания. Музей водноболотных угодий Желтого моря в городском округе Янчен провинции Цзянсу знакомит посетителей с результатами этой работы. Здесь можно увидеть исчезающие виды животных, в том числе оленей милу, японских журавлей и лопатней, а также главный экспонат – скелетка шалота. В музее хранится информация более чем о 400 видах птиц, которых замечали в этом регионе. Интерактивные стенды подробно расскажут о каждом из пернатых. Перечень постоянно обновляется, так как в Янчене появляется все больше перелетных птиц. Еще один впечатляющий экспонат музея – изображение так называемого «приливного леса». Это характерная особенность пейзажей Янчена. Когда морская волна набегает на берег, она размывает песок, рисуя на нем причудливые деревья. В четвертом сезоне документального фильма медиакорпорации Китая «Воздушный Китай» можно увидеть кадры, сделанные из космоса. Для 11-серийного проекта завораживающие пейзажи Поднебесной впервые снимали действительность небес с китайской космической станции Тяньгун. И это беспрецедентное визуальное зрелище. Достойным дополнением стала динамическая съемка Земли, которая велась со спутников высокого разрешения. Съемки нового сезона прошли в 11 регионах страны – в Пекине, Чунцине, провинциях Ляонин, Хэнань, Хубэй, Цинхай, Гуанси-Джуанском и Тибетском автономных районах, а также в Гонконге, Макао и Тайване. Редактор субтитров А.Семкин